Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Сегодня на Денежном канале мы начнем говорить о болезнях и лечении. И привлечем для этого ролик академика Игоря Алексеевича Гундарова. Академик рассматривает подходы к лечению бича нашего времени, гипертонии. Говорим, что при повышенном давлении смертность 6-7 раз больше. Страшное дело. Далее доктор говорит. Эти 7 избыточных на 1000 пациентов. А какова величина всей популяции, на которой до 7 человек больше? На 1000. Остальные 993 живут так же, как с нормальным давлением. Инициативно провели частные статистические исследования. И оказалось... Лидия Викторовна провела 5-летнее исследование, где взяли один район вмешательства, другой район сравнения. И через 5 лет оказалось, что смертность не снизилась. На 2-3 году смертность подскочила. Число недожитых лет в группе вмешательства оказалось больше, чем в группе сравнения. Там, где группа вмешательства, 2-3 год подскок смертности. То есть, остальных лечили во вред им. Хуже того, здоровым внушали, что они больные и лечили. Вот посмотрите, какой удар по психике. Приходит молодой мужчина, у него давление 155. Батенька вы мой, у вас гипертония, вот вам памятка. А в памятке написано, что гипертония это убийца номер один. Ведь мы же хотим вас замотивировать, чтобы вы всю жизнь таблетки принимали. А их, кстати, нужно будет принимать таблетки всю жизнь. И вот этот молодой мужчина, занимающийся спортом, пришел здоровый и веселый, а уходит от врача на ватных ногах. В деньгах, а это тема моего канала, выглядит так. Здоровые люди сначала за свои кровные покупали себе гору таблеток, получали побочные эффекты от их применения, затем потратились на лечение от побочных эффектов и в конце концов купили себе статистически более раннюю смерть. Вот так. Зато торговый оборот, хай-тек, рабочие места, валовый внутренний продукт только хай-тек одним, а могилка другим. Когда одним прибавочная стоимость, тогда другим крутых не бульон. То есть целевая установка на получение прибыли в деле охраны здоровья привела к минимальному результату для действительно больных и к серьезному ущербу для здоровых. Причем неграмотность и недостаточные знания в конкретной области знаний оказались в обоюдо вкусном взаимодействии, во вполне легальном стремлении к корысти, прибыли и привели к ущербу для здоровья людей. Многие доктора понимали, что предпринимаемые методы лечения не верны, но система толкала их лечить как велено, вообще-то придавая интересы своих пациентам. Дедушка Ленин говорил, классовые различия. А с какого перепугу здоровые люди поверили, что они больные? Так напугали же с использованием врачебного авторитета, вообще-то системного пиара, и аппаратных средств, например, тонометра, которые теперь уходились монтировать в наручные часы. Встал с офисного кресла, давление скакнуло, часики отзумерили, надо спасаться, бежать к доктору, который согласно вновь принятому лечебному протоколу точно определить, что у обладателя хитровых часиков точно гипертония. Надо садиться на таблетки, которые... Смотри, начало ролика. В свое время в отцов выступал министр здравоохранения. Из гордости говорила, мы разработали 20 тысяч стандартов. Если подчиниться такой иезуитской рекламе, в голову уже не приходит житейское соображение, что при увеличении внешней нагрузки на организм, внутри организма тоже что-то должно напрягаться или усиливаться. Не говоря уже о том, что все мы не просто разные, а очень разные. И по этой причине один протокол лечения на всех, это что-то близкое к геноциду. Но мы про деньги и управление с их помощью. Считаем. По одной методике тысячи человек считаются больными, а значит покупателями лечебных процедур и продукции Бигфармы. По другой больных только 7 из тысячи. Их действительно надо лечить. Но как следует из ролика академика, совсем не теми средствами, которые предлагает Бигфарма. Бигфарма вообще не собирается лечить. Она направлена на гашение симптомов, на снижение кровяного давления в данном случае. Причин же повышенного давления намного больше, но они индивидуальны. Доктор может определить их только индивидуально. Не всегда безошибочно, но всегда беря на себя ответственность принятия решения, в отличие от протокола мадам Скворцовой, где крайнего, если все по протоколу, найти нельзя. Академик Бундаров доступно описывает комплекс симптомов или факторов, влияющих на здоровье человека. Кто заинтересуется, ссылка внизу есть. Что важно в нашем аспекте? У человека два противоположных выбора. Один – подчиниться внешней силе, которая фальсифицирует его болезнь. Безымянному одному на всех лечебному протоколу купить горы таблеток и прочих дорогих лечебных процедур. А второй – здравое, лично ответственное отношение к собственному здоровью и поиск доктора, который не за деньги, а за совесть. Первый вариант организуется с участием официальной валюты, выпускаемыми в Центробанке деньгами и Институтом прибыли, которая официально признается главной целью любой деятельности. Я продолжаю придерживаться тем. Второй подход деньгами регулируется практически только в минус, как средство подавления. Рассказывает человек, недавно уехавший в Соединенные Штаты с маленьким ребенком. У ребенка по коже пошла какая-то небольшая сыпь. Отродясь, все советские мамы в этом случае пользовались отваром из череды. Где взять череды в Америке? Человек обратился к знакомому врачу, тоже бывшему советскому, на что тот ответил, что имеет право прописать антибиотики. Согласно протоколу. В противном случае его лишат лицензии. По секрету доктор сказал, что в 100 милях есть резервация индийцев, и там у старого индийца за приличные деньги можно купить щепот череды. Поехал человек, заплатил, ребеночка вылечили. Вот такая разница в управлении посредством денег и Центробанков, а также Института прибыли. И управлением совсем другого толка, к чему мы потихоньку будем подбираться. Управление от Центробанка корыстно в пользу источника денег, его самого, и нечувствительно к качеству того, чем он управляет. Расходованием таблеток и лечебных процедур деньги управляют, а выздоравливанием уже нет. Кризис. Лечиться получается, а вылечиваться не очень. Обратимся к функциям денег. Их, как известно, пять. Мера стоимости, средства обращения, средства платежа, сокровища и мировые деньги. Мера стоимости, как только что было показано, игнорирует качество всего. Сокровища относятся только к золотым деньгам. У Маркса именно так, а других источников на эту тему нет. Всемирный масштаб нам в нашем разговоре не очень нужен, поэтому функцию мировые деньги не рассматриваем. Остаются две похожие функции. Обращение и платежа, которое, как мы только что выяснили, нас не устраивает, по крайней мере, в области излечения. В описании функции средства платежа Маркс делает такую оговорку. В рассмотренной нами непосредственной форме товарного обращения одна и та же величина стоимости всегда имелась вдвойне. И в виде товара на одном полюсе, и в виде денег на противоположном полюсе. В этой оговорке проявляется одна из многочисленных подтасовок старого еврея. Удвоить натуральную собственность всегда можно только если денег очень много, то есть только нарисованными деньгами. Маркс же демонстративно рассматривает оборот только золотых денег, о чем и сообщает в первом томе капитала. Пока сидя в Лондоне Маркс писал про золотые деньги, сам он вовсю пользовался деньгами, нарисованными Банком Англии, к тому времени уже становившим монополию бумажного обращения. А значит денежную форму господства. Хозяин денег, приспособившийся рисовать их на коленке, обеспечил обилие средств обращения, оно же средства платежа, и тем самым связь между всеми факторами материальной жизни. Воображайте, вы посредине большого города, без копейки денег, всего навалом, но все недоступно, у вас нету средств обращения, хотя дома в шкафчике они у вас есть. И о чем? Средства обращения могут связать только то, что уже есть, а могут перекрыть доступ всех ко всему, намеренно исчезнув в какой-то момент. Это называется кризисом платежей. Есть еще вариант, пока не виданный, но замаячивший на горизонте. Владелец средств обращения может купить всю. Если это произойдет, прибыль будет выкачивать неоткуда, ибо прибыль выкачивается вне предприятия, а все вокруг уже твое предприятие, поскольку уже куплено тобою. Кто здесь всех сильней? Я. Значит, все здесь мое. А то ишь ты, чьи, в лесу шишки. Все работники удаляются в неоплачиваемый отпуск, всего вокруг навалом, но связь между всеми факторами материальной жизни прекращается. Запоминайте, деньги это не ресурс, они только средства для обмена ресурсами. Сколько денег ни напечатай, общество в целом богаче не станет, иное дело отдельные члены общества. В средневековье хронически не могли решить вопрос со средствами обращения, поэтому был убогий натуральный обмен. Кто находил средства обращения, мог обеспечить собственное господство над всеми. В 1508 году, чтобы воевать с торговой республикой Венеции, которая имела размер всего-то 2 на 4 километра, объединились короли Франции, Испании и Священной Римской империи. На торгованных венецианцами средств обращения хватило на вооружение наемной армии, противостоящей трем крупнейшим монархиям. Капитализм с его рисованными на коленке по-научному фиатными деньгами от библейского фиат-люкс добудет свет. Решил проблему обеспечения оборотными средствами, но решил его в пользу хозяев денег и без учета качества продукта. Посмотрите на ассортимент пластмассовой колбасы в ближайшем супермаркете и километровые полки кофеварок в магазине электроники. Срок службы одних и время хранения других почти совпадают. Качество товаров хозяйской денежной системой не то чтобы не учитывается. Оно становится минимально приемлемым для того, чтобы впарить товар при максимальном снижении его товара себестоимости. То же касается товаров элитарных. Срок службы современного Мерседеса по разным причинам не намного больше какого-нибудь китайца. А ведь относительно недавно срок службы Форда Т был вовсе не ограниченным. Все детали были заменяемы. ЦИМИС в том, что господин денежного обращения решил проблему обеспечения оборотными средствами в свою пользу и без учета того, кто и зачем их использует. По научному стихии рынка. Ой, как я очень это богатство люблю и водаю. Цель оставаться господином. Это нам с вами денег вечно не хватает. А для него это инструмент удержания господства. Поскольку у денег параметры единственные, количественные, для господина денежного обращения движение вперед это прирост всего, к чему можно применить термин цена. То есть скобка всего, что есть в мире. А когда закончится, придумать что-то, что тоже можно покупать и увеличивать богатство хотя бы на бумаге. Фраза «хочу весь мир» и еще 5% из этой оперы. Ближайшая аналогия – система кровообращения. Представьте, что будет, если кровь станет работать сама на себя, бесконечно увеличиваясь в объеме. Аргументируя, что без нее никак. Кровь – она часть всего организма. И нужно ее в организме не много, не мало, а в меру. Гармонично. Тут самое время вспомнить, что средство обращения кровь производит сам организм. А система обращения деньги производит вне общественного организма. Центробанк имени мадам Набиулиной, он ведь якобы независимый от государства и не отвечает по обязательствам государства. То есть, господствующая либеральная система обращения денег не позволяет системе хозяйствования иметь собственные средства обращения. Не в пример любому организму. А те деньги, что у нас на руках, они выпускаются либералами на каком основании? Не будем брать в расчет долларовое обеспечение рубля, а посмотрим на сам доллар. Его Федрезер выпускает якобы на основании государственного долга Соединенных Штатов. перед Федрезервом. Долговую бумажку состряпали, долларов напечатали. Далее эти напечатанные продают за процент коммерческому банку под залог, который страхуется и который коммерческий банк отбирает у клиента при выдаче кредита. Залоги, еще одни называются застрахованными депозитами, считаются ресурсами банка. Так раньше считалось. Отец евро Бернар Лейтар в 1999 году, вот в этой книжке, написал, что уже в 1996 году почти 85% ресурсов банковской отрасли были получены от источников, отличных от застрахованных депозитов. Вместо суд предприятиям происходит предоставление займов потребителям через кредитные платежные карты. Это цитата, страница 37-я. Другими словами, 85% денег, предоставляемых либеральной банковской системой, предоставляется под зарплатные и кредитные карточки обычных работяг. Еще тонкость, которой трудно привыкнуть, но привыкайте. Банки выдают кредитов больше, чем у них самих есть денег. Принцип такой. Вам поручили завтра отдать долг Ваське, а Петька просит у вас в долг до сегодняшнего вечера. И вы под процент даете. На ровном месте, не имея своих денег, вы срубили процент. Когда клиентов много, несуществующих денег выдается тоже много. Под процент, естественно. Контора мадам Набиулиной официально отчитывается, что денег она имитировала примерно 12 триллионов рублей, а денежная масса в стране примерно 30 триллионов. Разница и есть кредитная эмиссия банков. Как у Васьки с Петькой. В Соединенных Штатах разница еще больше. Привыкайте к мысли. Итак, банки выдают кредиты клиентов под залог будущих зарплат этих же клиентов, таких как мы с вами. А тогда вопрос, а почему банки, а не мы сами? Почему кровь генерируется не организмом, а конторы вне организма? Вернемся к нашим гипертоникам и их докторам. Статистика Игоря Алексеевича Гундарова показывает, что объем коммерческой оказываемой лечебной помощи должен быть существенно сокращен, а объем усилий по излечению перенаправлен в сторону излечения индивидуальных факторов болезни и профилактики. Статистика Академика говорит, что торговый оборот, хай-тек, рабочие места, валовый внутренний продукт при капитализме направлены в противоположную сторону от здоровья нации, но в пользу стяжательства сильных мира сего. Последние усиленно тратятся на рекламу того, что именно они своими методами и обеспечивают здоровье. Это прямо противоречит статистике, в нашем случае Академику Гундарову. Кто-то из двоих врет. Наученная опытом, мы знаем, что врет обычная реклама. Плоть от плоти капитализма, либерализма и вообще культуры модерна с ее принципом относительности истины. Для модерна даже полчеловека понятие относительное, что уж говорить о тонкой материи лечебных методов. В нашем случае правильный метод лечения выступает как истина, а всяческие изыски в сторону – это все вранье в ущерб больному и в пользу князей мира сего. То есть понятие несовместимое, но живущее рядом друг с дружкой, вроде бога и черта. Для того, чтобы в нашем лечебном случае реализовать истину, требуется либо преодолеть сопротивление лжи, либо чтобы она добровольно сдалась сама, признала ошибки. Что, как вы понимаете, вряд ли. Есть ли подход к организации лечебной истины и вообще продвижения методов хозяйствования, отличные от приоритетов князя мира сего? Уже упомянутый здесь отец евро Бернар Лейтар целую главу своей книги посвятил альтернативным местным валютам – частным системам подсчета услуг, которые люди оказывают друг другу. Система фиксирует каждый акт помощи или услуг, и каждый фиксированный случай является средством платежа. Денег как таковых нет, налоги сдирать не с кого. Детальное исследование юридической законности местных валют в Соединенных Штатах показало, что местные валюты законны везде, кроме расчетов между штатами. По подсчетам Лейтара, в разных странах действует до 1400 местных валют. Центральные банки к ним относятся вяло отрицательно, но попыток уничтожить не предпринимали. Исключением стал банк Новой Зеландии. Он стал их использовать как средство борьбы с инфляцией и сокращением безработицы. Уже прецедент. Лейтар считал, что появится новое поколение центральных банков, которые будут координировать курсы местных валют. Пока этого не произошло, он выпустил методичку по устройству местных валют. Ее можно скачать в интернете. В нашей стране тоже были весьма успешные попытки внедрения местных валют. Это фермер из деревни Калионова Михаил Шляпников. Прославился он тем, что создал свою платежную систему. Вместо договоров о будущей поставке продукции, Шляпников напечатал и пустил в оборот свои собственные подобия денег. Объяснил он свою валюту так. Цитирую. Вы мне даете 2-3 тысячи рублей, а я вам обещаю через полгода вернуть вложенное своей продукции. Например, гусин. Гусь стоит у нас 60 калионов, примерно 3 тысячи рублей, как на рынке. Вы мне 3 тысячи рублей дали. Сегодня, а я вам займу 60 калионов. Я на ваши деньги покупаю яйцо, комбикорма и тому подобное. А на Рождество даю вам гуся. Вы довольны и мне приятно. Такой порядок у Шляпникова прекрасно работал, если бы не бдительная прокуратура. Пять заседаний Егорьевского суда и валюту Шляпникова запретили. Господин мужественный полицейский дежурный. Ужасная опасность грозит всем богатеньким нашего города. На пустыре сидит воришка по имени Буратино. Он хочет ограбить весь город. Ладно, сказал Шляпников, и на своем сайте предложили инвестировать в свое хозяйство криптовалютой. Народ сначала посмеялся. Через месяц Шляпников собрал полмиллиона долларов криптовалюте и напечатал инвесторам на эту же сумму криптокалионы. Через месяц курс биткоина вырос в 3 раза. Сумма, соответственно, увеличилась до полутора миллионов долларов. Работает машинка. Причем без посредников. Производитель зарабатывает больше, а покупатель платит меньше. Заказывал Шляпникова на несколько лет вперед. И не у него одного. По его системе стало работать уже несколько хозяйств. Власти не лезли. Придумка Шляпникова находится вне юрисдикции государства. Криптовалюты нельзя ни проверить, ни пощупать. А поэтому трудно запретить. Пора нам с вами сделать вывод о том, что общего между академиком от медицины и фермером Шляпниковым. А общее то, что оба практически перешли от концепции корысти и прибыли прежде всего, к концепции «человек есть мера всех вещей». В первой решение принимают за человека, во второй – сам человек. Да, оба эти примера небольшие, очаговые, первые шаги и так далее. Но я бы напомнил высказывание титулованного американца Фремена Дайсона. Для любой идеи, которая не кажется с первого взгляда сумасшедшей, нет надежды. Даст Бог! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok